Всем привет! С вами Андрей Сонар. Давно я не был на производстве. Давайте сейчас пробежимся тут по нему и посмотрим, что уж есть новенького. Бомбер. Такой аспальтово-синий. Ну, несмотря на, как бы, такую спорность проекта надувной лодки с складным донышком, при этом обеспечивающей хорошую жесткость, бомбер получился довольно удачным. И последняя версия имеет уже идеальное донышко. Лодка идет во всех режимах на очень-очень приличной скорость. Главным ее преимуществом является то, что можно разбить вес. И фактически самый тяжелый элемент, эта сама лодка, будет весить всего 20 килограммов. А вкладное донышко там около 8. Легкая лодочка длиной 350 с очень таким твердым донышком высокого давления. Это очень-очень неплохая лодка. Вечно популярные фишкояки Эва. Ну, с фишкояком Эва все просто. Это лучший рыболовный каяк. Вот, честно говоря, мне не придумать лучше. В нем идеально все. И размер, и вес, и обводы, и то, как все внутри размещается. Сидеть удобно, идет быстро, надувается быстро. Все под руками, все на месте. В общем, идеальный каяк. И я так скажу, что у других производителей, а я наблюдаю, как работают другие производители, им не удалось достичь тех возможностей, которые может представить рыбаку фишкояк Эва. Некоторые пошли, ну, я бы не сказал, что потупиковый, но несколько устаревший дорожки. И делают лодки, которые у нас примерно соответствовали фишкояку первого поколения, который был сделан на базе корпуса Ватерфлая. Вот примерно в том ключе и работают. Зачем-то ставят несуразные и неудобные для каяков большие жесткие сидения. Ничего хорошего из этого не получается. А вот здесь наш уважаемый Сергей Петров что-то измеряет на базе уже доведенной до идеала Веге. Казалось бы, ничего нельзя сделать более интересного. А делаем мы моторный вариант Веге. Но в отличие от других производителей, которые просто добавили обычные конусы сзади лодки и ставят обычный транец, у нас будет подход несколько иным. Я не буду сейчас все подробности говорить, но мы хотим добиться так, чтобы установка транса никоим образом не повлияла на ходовые характеристики при гребле. Так что ждите. Скоро будет новый интересный катабайт на базе Веге. А вот на стапелях еще одна новинка, которую тоже все долго-долго-долго ожидали. Это Вега Спорт. Но с самоотливом. Я знаю, что о этой лодке мечтали многие. И вот мечты сбываются с тайм-триалом. Ну, понятное дело, что производство рафтов, оно перманентно неостановимо. И рафты есть всегда. А вот на заднем плане делается рафт, волнотрон, моторный рафт. Конечно, волнотроны не разбирают как пирожки, но тем не менее устойчивый спрос на них есть. Заказывают их всякие службы спасения. Или просто те люди, которые хотят лодку, которой ничего не случится, если она мало ли перевернется где-то на волнах или на бурной воде. Мотор при перевороте рафта волнотрон всегда будет защищен. Посмотрите, какой красивый по крафт-марафонец. Много-много-много корпусов для крафтов-марафонец. По центру же корпус от Аргона или Экшена. Скорее всего, это Экшендрай будет, судя по всему. По такому же принципу сделаны днища и на нашем Волнобое, и на нашем Олимпийце на пакрафтах, и на каяке Экшендрай. В общем, это наша такая хитрая конструкция. Но дело не в этом. Вот догадайтесь, зачем на днище стоят вот такие вот штыковины. А тут какая-то такая лямочка. А вот тут кармашек. А в кармашке еще резиночка, которая вот отсюда вот так вот вытягивается. Так что это загадка вам, дорогие подписчики. Отгадайте, что это такое. Пишите в комментариях. Хорошая тема насчет загадки. Потому что те, кто не в теме, скорее всего, не угадают. А те, кто в теме, угадают сразу. На самом деле, я даже сам вот был не в теме, и поэтому вот спросил у специалиста, что это такое. А вот та лодочка, о которой я сам долго мечтал, это сделано на базе Л3ТТ, которая, в свою очередь, сделана на базе Л3М. Но это уменьшенная ЛЭшка. Она как раз для одного человека. Длина ее порядка 260 сантиметров. Если Л3ТТ все-таки была такой большой лодкой, изначально-то она вообще была трехместной, то этот размерчик как раз неизбыточный. И самое то для одного человека. При этом у нее будет покрафтовый вес. Я что-то думаю в районе 4,5-5 килограммов, не больше. Соберем набор фурнитуры для новой лодки. Уключены. Маленькие логотипчики. Мы будем стараться лодочку делать максимально легкой, поэтому вместо металлических колец берем вот сшитые петли. 4, 5, 6. Взяли. 4 спиннинга держателя. Поставить все 4 или только 2 я решу немножечко позже. Ручки. Я думаю хватит двух. На нос и на корму. А вот теперь мне нужна помощь профессионала. Профессионал, подскажите пожалуйста, мне нужно 2 люверсные полосы. Черные длиной или 90 или 100. Есть 89, а есть кстати 94. Тогда 2 вот эти. 80. Вот их 2. Годится. Вот, уже хорошо. Ну вот такой незамысловатый наборчик фурнитуры. Вот смотри, один вот так, центральный вот так. Да, и крайний опять вот так. Вот, вот так. Именно так, да? Да. Опять же для фиксации весла все будем упрощать по максимуму. Поэтому вот если весло у нас проходит здесь, то вот тут соответственно и вот тут ставим грибочки. Вот, кстати, это основа для банана. Причем для зимнего. Но смотрю я на эту основу. Ха-ха. А, если сюда транец поставить, да, какой-нибудь хитрое донышко, то получится. Ох, блин, какая гоночная лодка. С таким диаметром баллонов-то. Ух. Прям по центру, одну штуку. Прям по центру, да. Ну-ка, давай-ка мы ее сейчас сюда. Сюда гибнем, чтобы она... Вот так вот. Вообще, вот сейчас смоделируем то, что надо будет. Тут даже ничего шире делать не надо. О! Транчик такой ставишь? Да, транец небольшой. Вот. Кстати говоря, сидеть элементарно вот на баллонах на таких здоровых. Тут даже никакие... Даже просто сидушечки. Погонять с комфортом, поездить. И при этом большой вот этот здоровенный диаметр баллонов дает возможность штатную посадку делать именно на баллонах. То есть это такая будет с баллонной посадкой. Я даже как бы вижу, что вот хоть и узкий вот этот вот кокпит, но на самом деле в нем достаточно комфортно будет размещаться. Вот сидишь на баллоне, ноги туда. Ну, в эту сторону ногу еще как бы перекинь. Ну, вот да, да. Вот такая вот посадка, да. Ну, и вот и все. Нормально. Вот, кстати, да. Если, кстати, оно будет опущено, в принципе, это тоже не сильно на ходовых плохо скажется, то как раз вот высота, удобно сидеть. Вот видишь, ты сейчас это дело опустил. Если оно будет под... А то даже если сидушечку поставить... Можно сидушечку? Нет, сидушечка. Можно даже вот так вот. Ну, сидушечка, чтобы была, но как бы само по себе прикольно и на баллоне сидеть. На таком диаметре. У тебя мобилка туда улетела. Так что я, знаешь, на самом деле буду в уме держать вот эту конструкцию, как говорится, из готовенького. Может получиться прикольная такая лодочка. Я думаю, мы вот этот вопрос нашим зрителям адресуем. Вот смотрите, вот просто случайно из аттракциона пришла идея сделать такую интересную лодку с посадкой на баллоны, потому что баллоны большого диаметра, и они это позволят делать весьма комфортно. Такая будет рафтовая посадка на баллоны. Здесь баллоны очень большого диаметра. Вот, блин, прикольная получается штука. А это вообще не лодка, это для покатушников. Это же зимний даже банан. Это зимний банан, чтобы его вот буксировать за снегоходом. А тут такой вот потенциал. Кстати, это будет еще очень жесткой лодкой. Чем больше диаметр баллона, тем лодка жестче. И для бурной воды подойдет. И для каких-то таких серьезных волновых условий. Когда уж волна очень большая, можно будет туда внутрь кокпита нырять. А когда небольшая, комфортно сидишь на баллоне, рулишь, блин. Хорошая, хорошая вообще штука может получиться. Она и грузоподъемная. Да, она грузоподъемная. Конечно, тут минимум... Какая грузоподъемная с таким... Минимум полтонны, это точно спокойно. И сюда, поскольку маленький транец, он выдержит очень большой мотор. Сюда можно вешать там 30-ку, 40-ку. Это такая бешеная табуретка будет, что, блин. Сейчас поснимаю ее со всех ракурсов, чтобы запомнить. А потом у конструкторов наших документацию возьму, что это такое, с чем это едят. Потому что, блин, тут из готовенького. Новенького. Так, а где документация? Штука называется дубль банан-рафт. А будет супермоторный катамаран. Ну, посмотрим. Вот что я считаю. Судьба лодки на базе этого банана зависит от вас. Пишите свои комментарии, насколько может быть интересна эта конструкция. Я вам ее тут описал, думаю, будет понятно. Основная суть, что это огромного диаметра баллоны. Очень узенький внутри кокпит. Но это не важно, потому что кокпитом является все-все-все это пространство. Мы сидеть будем на баллонах. Естественно, будут всякие ручечки для того, чтобы держаться. И я считаю, что это достаточная комфортная посадка. Помаленьку готовимся к зимнему сезону. Но летний сезон нас еще не отпускает. Поэтому делается еще много летней продукции. Ждите новостей. Скоро будет готова вон та лэшка уменьшенная. У меня на нее есть такие серьезные ставки. Я ее обкатаю и, разумеется, расскажу вам. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok